Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Бонжур, хеллоу, шалом. Цафратава, Бокертов. Я уже в Иерусалиме, вернулся в Иерусалим с Мертвого моря. Конечно, это чудеса чудесные, в которых мы сейчас живем. Раньше бы на Ослике это путешествие заняло бы у меня... На Ослике человек проезжал, например, 30 километров в день. Ослик едет со скоростью 5 километров в час, значит, 120 километров. Ослик ехал бы без остановки 24 часа. То есть, я бы два дня ехал на Мертвое море, два дня ехал бы обратно. Представляете? На Ослике два дня. А сейчас это заняло час двадцать на машине в одну сторону, час двадцать на машине в другую сторону. Просто чудеса какие-то, да? И самолеты не летают. Самолеты сейчас не летают. Опять мы вернулись, как раньше. Вот сидим уже в Израиле с 20 марта. Представьте, с 20 марта я в Израиле. Это вот сегодня 4 июня. Это значит уже 20 апреля, 20 мая. Два с половиной месяца. Два с половиной месяца без полетов. Представляете? Удивительная вещь. Хорошо. Удивительно. Сейчас для нас удивительно. А раньше-то это было нормально. Человек всю жизнь жил без полетов и не удивлялся. Хорошо. И сейчас мы возвращаемся к изучению Торы. То есть, Тора это три тысячи лет назад в Иерусалиме. Царь Соломон Шлома Мелых. Он, когда он построил, когда он построил чуть меньше, чем три тысячи лет назад, когда он построил первый Иерусалимский храм, Шлома Мелых, да? Значит, он же как раз и написал Мишли притчи. То есть, это его изложение главных таких законов Торы, которые для ежедневного использования. Для ежедневного использования. И мы как раз их и изучаем. Значит, шестнадцатая глава мы начали с того, что человеку принадлежат его мысли, его замыслы. Но когда он уже начал говорить, это уже все, это как бы дает этому ледитимацию Бог. Все действие в этом мире происходит, оно наполнено божественной силой. И поэтому, если уже пошел какой-то процесс, то этот процесс, он уже включает, включает, как бы, мироздание, которым управляет Бог. То есть, Элоким это всесильный. И все в этом мире, оно под контролем у Бога. Теперь второй отрывок мы изучили в шестнадцатой главе. Что все пути человека чисты в его глазах, но Бог проверяет, проверяет Бог намерения, Бог знает намерения. То есть, главное проявление Бога в этом мире, оно не там. Мы привыкли, где Бог? Там, на небе. Нет, Бог не на небе. Бог внутри человека, душа, это главное божественное проявление. Это то, что дает возможность человеку хотеть, мечтать, говорить и так далее. То есть, это как раз божественная сущность человека. Она выражается в разговоре и в его действиях, в мышлении. Теперь третий отрывок. Третий отрывок, он звучит так. Сегодня мы пришли, третий отрывок. Внимание, поехали. Значит, говорит Всевышний так нам, через шлома Мелыха. Голь эляшем маасейха. Голь это как возложи, как галь-галь это волна, и ты так возложи на Бога свои дела. Ваеканум махшеватейха и утвердятся твои мысли. Еще раз давайте разберемся. Мысли человека это то, что 70 тысяч мыслей у человека в голове в течение дня всплывают из подсознания в сознание. То есть, то, что человек в состоянии осознать, это называется сознание. То, что он осознает, то, что он думает. И это то, что называется мысли. Теперь интересно, вот сейчас почему они всплывают. Они именно всплывают из подсознания или же они приходят извне. Например, вот сейчас я вам говорю слова, они входят в ваш мозг. Если вы сейчас молчите и слушаете, то тогда в этот момент мои слова становятся вашей мыслью. Представьте, как интересно работает. Я читаю, и слова шлома омелыха, они становятся моей мыслью. Потом эта мысль выходит из моего рта в виде звуков и заходит к вам в ухо, пролетев иногда через весь мир. Потому что я сижу в Иерусалиме, вы находитесь в другой части мира. И превращается в вашу мысль. Теперь ваша мысль, она вызывает у каждого, у человека, она вызывает, она поднимает какое-то к этой мысли отношение. А откуда берется отношение? Это те мысли, которые были залиты вам в голову в предыдущие периоды вашей жизни. Начиная с детства рождается ребенок, ему начинают объяснять, как работает мир. И он слушает, запоминает, верит, слушает, запоминает, верит. И вот у каждого человека в подсознании миллиард мыслей, извне, извне заходят мысли вообще непредсказуемые. Тут я сейчас скажу, а вы крутните в фейсбук, и там каждый что-то свое рассказывает, одновременно, я не знаю, два миллиарда человек в фейсбуке, и каждый что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Вся эта система, это полный хаос. Внутренние стимулы хаотичны, потому что их вовнутрь загрузили разные люди в разные периоды жизни. Кому-то в Советском Союзе он и остался советским, кому-то там в Америке он стал американским, кому-то и так далее. То есть внутри полный хаос, снаружи полный хаос, в итоге у человека 70 тысяч мыслей, которые ему всплывают, которые он осознает в течение дня, он голову собрать не может. Это я знаю по себе, и ко мне обращаются множество людей, которые просят моей помощи как тренера, как коуча и так далее. Теперь главный их запрос, хочу собраться, хочу собраться, нужна цель, цель помогает собраться, ты хоть на какое-то время собранный, ты в одну сторону двигаешься. А потом ты думаешь, а нужна мне эта цель, не нужна мне эта цель, получится, не получится, и опять начинается хаос, опять начинается хаос и безобразие. И вот нам говорит царь Соломон следующее, он говорит так, единственный способ собрать свою голову, это голь Эляшем Масеха. Направь на Бога все свои дела, в экономах Шеватеха, и у тебя фундаментально тогда выпрямятся твои все мысли. Что имеется в виду? Значит, царь Соломон в книге Куэлит, в Экклезиасте до этого, он разбирал, зачем вообще человек живет. И начинается Экклезиаст со слов, что «аколь эвэль эвэлим», все это пар паров, все это мироздание, все, что человек думает о жизни, о себе, о целях, обо всем, все это эвэль. Эвэль это как пар, то есть оно все такое непрочное, потому что мысль, разве мысль это прочная? Мысль вообще не прочная. Любое определение, разве оно точное? Оно вообще не точное. Любая идея, идеология, разве это что-то устойчивое? Ничего, все это эвэль 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 им, говорит царь Соломон, и он 12 глав доказывает, что все замыслы человека, все его какие-то там рассуждения, надежды и так далее, все это эвэль 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 им, все это пар паров, суета сует. Теперь в конце он говорит, совдавар, он говорит, так а что же делать-то? В конце концов, околь не шма, все понятно. Бога бойся, Бог это единственная константа в этом мире, тот, кто был, есть и будет, тот, кто создал мироздание, тот, кто этим мирозданием управляет. Бог это единственная константа, единственное настоящее, то, что есть в этом мире. В конце концов, все понятно. Бога бойся, а почему бойся? Потому что страх это самая сильная эмоция, которая сильнее, чем все остальные эмоции. То есть страх, он настолько эмоционально включает человека, что Бог создатель мироздания, если ты начинаешь его бояться, да, но он же, это же как, как сказать, это когда человек видит какого-то царя, который может одним движением, одним взглядом этот царь такой посмотрит, и нет человека, да, это раньше такие были цари страшные. Так вот, когда ты взаимодействуешь с Богом, страх, трепет, осознание величия, понимание, что все от него зависит, и любое твое действие, слово и так далее, когда ты находишься вот на этом прожекторе божественного как внимания, скажем так, оно может жизнь перевернуть полностью. Бога бойся, сказал царь Соломон, митсватав шмор, заповеди его соблюдай. Тезе Коля Адам, в этом весь человек, все, нету другого в этом мире смысла устойчивости и такой вот, ну, смысловой устойчивости и постоянства, кроме Бога и Торы. И это то, что нам другими словами сейчас он здесь сказал, практический совет. А как же управлять своим мышлением? Все очень просто. Положи на Бога свои дела. То есть поставь себе главным намерением, то, что мы говорили, есть у человека намерение. И он говорит, ну, а че вообще, че мне волноваться? Мое главное намерение это служить Богу. То есть я хочу Бога познавать. Тоже царь Соломон нам советовал в третьей главе. Беколь драхеха деу. На всех своих путях познавай Бога. В у я шер архотеха. И он выпрямит все твои дороги. То есть если у тебя есть главное намерение соединиться с Богом, познать Бога, и это на всех своих путях познавай Бога. То есть куда бы ты ни шел, чем бы ты ни занимался, выбор профессии, выбор жены, выбор, что делать через пять минут, выбор, что делать через час, выбор, что делать завтра. И у тебя главный вопрос. Что Бог от меня хочет? Как здесь Бог проявляется? Что Бог вообще, как Он со мной взаимодействует? То есть если ты на Бога положил все свои дела, Он выпрямит все твои дорожки. Это было в третьей главе. Беколь драхеха деу. На всех своих путях познавай Его. В у я шер архотеха. Он выпрямит все твои тропиночки и пути. А здесь нам царь Соломон говорит в третьей главе. Галли ля шемма асеха. Положи на Бога все свои дела. В экономах шевотеха. И все твои тогда мысли будут устойчивые. То есть у тебя будет одна тема в жизни. У тебя будет один вопрос в жизни. У тебя будет один страх в жизни. У тебя будет одно как бы устойчивое направление в жизни. Двигаться с Богом по пути Торы. Все. И у тебя спокойная жизнь. Поэтому называется, когда человек, когда еврей возвращается с Богу. Возвращается к Богу. То есть он раньше, вот я например, я был несоблюдающий. У меня голова была, я всегда любил читать, искал разные системы и так далее. У меня была вообще вот такая путаница из всего. Но когда еврей, он возвращается в религию, тогда это называется ляхзор битшува. Вернуться к чуве, к ответу. То есть это как вот, когда компьютер у меня перестает работать, я нажимаю, долго-долго жму кнопку, кнопка Power, которая включает-выключает компьютер. Если ее долго жать, компьютер перезагружается. То есть он полностью выключается и включается снова. И можно даже есть еще одна кнопка внутри, которая называется вернуться к заводским установкам. То есть вернуться обратно к установкам, когда все понятно, когда еще ничего не запутано. И это то, что называется вернуться к чуве. Хорошо, это был третий отрывок. Четвертый отрывок. Все действия Бога, а все в этом мире это действия Бога, потому что весь этот мир это проявление Бога. Для ответа в Ему, как бы дословно переводится. Все действия Бога для ответа Ему. И также злодей для дня расплаты, для дня зла. Значит, смотрите, весь этот мир это божественное проявление. То есть Берешит, Бара, Элутим, это Шамам, это Аратс. Вначале Бог сотворил мироздание, небеса это духовные миры, Вэаратс это материальные миры. И откуда Он это сотворил? Бог, потому оно называется Бог, что Он бесконечный, Он непостижимый. И Он сотворил все мироздание Ешми Айн. То есть Он сотворил то, что есть, из того, чего не было. Поэтому Он Бог. Теперь сотворил Он это все мироздание. Из чего Он сотворил? Он сотворил, была идея. Идея Бога это Тора. Дальше Он сотворил первичный материал. Первичный материал разделился на духовный и материальный. И так далее. То есть вся эта система это проявление Бога. Теперь Тора это самое большое проявление Бога, потому что Тора была до того, как Он сотворил мир. То есть это Его идея, по которой дальше сотворялся мир. Дальше, когда эта вся система развернулась, в ней, в этой системе центральный персонаж это человек, в котором внутри есть душа, божественное проявление. Теперь есть люди, которые начинают Авраама, Ицхака и Якова. Это еврейский народ. Яков получил имя Исраэль. Которые полностью посвятили себя, соединились с Богом и стали Его, как народ священников. То есть стали теми, кто проявляет божественный свет и действует точно по Торе. То есть они действуют в этом мире по Торе. Для чего? Для того, чтобы соединиться с Богом. То есть когда ты изучаешь Тору, когда ты выполняешь заповеди, ты в этот момент соединяешься с Богом. Теперь вся система, все мироздание работает по принципу, что это проявление божественной воли, божественной энергии. И все это работает по принципу запрос-ответ. Причина-следствие. То есть все мироздание, в котором мы с вами живем, весь материальный мир, духовный мир, все это построено по некой системе, такой каскадной, в которой каждое действие, каждое слово, каждое движение, оно вызывает, оно является причиной для чего-то другого. То есть на каждое действие есть ответ, на каждое слово есть ответ, на каждое намерение есть ответ. То есть весь этот мир, это божественное проявление по принципу, что коль по Аляшем все действия, которые делает Бог, лима-анео, ответом является ему. И даже злодей, то есть спрашивают, а зачем Бог сотворил зло? Бог это добро, Бог это... Он сотворил этот мир, чтобы весь мир двигался к Богу и делал добро. Но он дал свободу выбора. И для свободы выбора есть то, что называется злом. Теперь вот это зло, оно изначально, оно появилось тоже по приказу как Бога, это тоже божественное проявление. И теперь это зло с начала мироздания, оно тоже имеет причинно-следственные связи, оно двигается из поколения в поколение. Для чего? Во-первых, когда человек сбивается с пути, то когда он делает действие неправильное, то что называется грехом, то тогда следствием этого греха является получение страдания для того, чтобы понять и осознать, что ты двинулся не в том направлении и, значит, стать на правильный путь. Давайте возьмем для примера врача, который решил пациенту отрезать ногу. Когда он отрезает пациенту ногу, он делает добро или зло? Что? Если нога, она гниет от гангрены, то отрезать ногу, это значит спасти человека. То есть действие отрезать ногу, а нету наркоза. Что делать? Наркоза нету, и он должен эту ногу пилить без наркоза. Представьте ужас какой, это боль страшная. Но он спасает, он спасает этого пациента от смерти. Теперь врач этот злодей или не злодей? Он не злодей, он наоборот спаситель, он спасает человека, но он идет, это как бы боль. Теперь другой человек на это смотрит, и он, этот другой человек, он, когда на это смотрит, он сопереживает. Ему тоже больно. Ему тоже больно, он видит, как это происходит, и он, ему больно, страшно, и он в этот момент думает, ну все, все, с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня, прямо сейчас иду заниматься спортом, физкультурой, перестаю есть вредное, перестаю курить. То есть я вот это вот, чтобы со мной такое произошло, чтобы мне ногу отрезали, да никогда в жизни. И для него вот это событие, когда он видит, как другому больно, как другому другой страдает, для него это событие является тридером, запускающим механизмом, который должен его повернуть на путь, например, физического там оздоровления. Когда мы читаем в Торе о том, что Бог уничтожил с дома Амора, два города, в которых зло было легитимизировано, в которых зло было законом, в которых запрещено было делать добрые дела, давать сдаку, мы читаем, как Бог уничтожил эти два города. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, что так делать нельзя. Когда мы читаем, когда Сефер Йона, книга Йоны, пророк Йона, как Бог сказал Йоне, иди в город Нинвы и скажи, что если они не вернутся к Чуве, не раскаются, то я уничтожу Нинвы. Мы должны испугаться и мы должны понять, что такое может быть с каждым из нас. И это тоже, опять же, злодей, он тоже заготовлен для дня расплаты, для дня зла. То есть злодей это тоже служитель Бога. Только он служит Богу тем путем, которым... Это неприятный путь. Кстати, интересно, что злодей же служит Богу не потому, что он хочет служить Богу, потому что если он хочет служить Богу, он перестает быть злодеем. То есть злодей, он как бы оружие в руках Бога, и он несет расплату за свои действия. И даже злодей может раскаяться, вернуться к Чуве. Есть известнейшая история, вот я на этот момент вспомнил историю про царя Минаша. Был такой великий царь Хисхиагу, один из самых праведных царей в еврейской истории. Царь Хисхиагу, в его время еврейский народ, все служили Богу, все соблюдали заповеди. И была эта эпоха, как во время царя Шломо, царя Самона, был Израиль центром, куда съезжались люди смотреть на мудрость, привозили там деньги и так далее. То есть было все очень-очень хорошо. И у него, когда царь Хисхиагу умер, его сын Минаше, который стал на... Он поднялся на престол, ему было 12 лет. Он стал, наоборот, злодеем, идолопоклонником таким, что просто убил своего дедушку, пророка Ишхиагу. Он его просто убил. И, значит, делал зло такое, какое страшнее некуда. Прошло время, и царя, царя 20 лет, по-моему, прошло, он поставил идолов, там весь Израиль заставил служить идолами. Это тоже еще раз показывает, что обычный простой народ, он не злодеи и не праведники. А они идут как бы автоматически по внешним стимулам. Если власть, лидеры праведные, тогда народ становится праведным. Если власть, лидеры, злодеи, народ становится злодеями. То есть большинство людей не может рулить, не может решать, они идут за властью, за правительством. И царь Минаши всех заставил служить идолам. Они все начали грешить, народ Израиля. Через 20 лет приходят, значит, ассирийские цари и захватывают Израиль. Царя Минаши уводят в рабство. И он там в Вавилоне страдает, вообще мучается. И хозер битшува, он возвращается к Богу. И Бог его прощает. То есть даже такой злодей, который убил своего дедушку, пророка Ишаяу, даже такой злодей может, если он искренне раскается, получить прощение от Бога. Поэтому, значит, действительно, Бог, он очень близко. Чем ближе ты подходишь к Богу, тем больше на человека работает. Чем ты ближе к Богу, тем у тебя сильнее твое злое начало. То есть все находятся в постоянной войне со своим злым началом. Кто-то на уровне «укрась-не укрась», кто-то на уровне «убить-не убить», кто-то на уровне «учить Тору не учить», кто-то на уровне «как учить Тору», кто-то на уровне «выполнять заповеди», а тебя начинают почитать. И ты или ты принимаешь этот кого-то, этот почет, или ты говоришь «нет, все от Бога» и продолжаешь делать искренне во имя небес, и тебе все сложнее делать во имя небес, потому что люди тобой восхищаются и так далее. У всех постоянно идет война, просто на разном уровне. Внутренняя война между добром и злом, между тем, выполняю я заповеди Бога или не выполняю. И Бог проверяет сердца, и только Бог знает намерения. Хорошо, дорогие друзья. Значит, что мы сегодня поняли? Мы поняли, что все в этом мире – это причина-следствие, причина-следствие. Во-вторых, мы поняли, что самое главное – это возложить на Бога свои дела, и это выпрямляет мысли и замыслы человека. Мы поняли вчера еще, что каждый человек, все, что он не делает, ему кажется, что он делает правильно, поэтому слушать каждого человека сложно, как в Израиле говорят. У каждого Абрама своя программа, у каждого додика своя методика, у каждого пиника своя лирика. Поэтому каждый для себя должен еще раз прочитать, подумать, заглянуть в себя, понаблюдать за собой. И когда вы поймете, какие программы в вас действуют, нужно установить новую программу. Новая программа – это только прямо к Богу. И как? Прямо к Богу и по Торе. Соблюдать заповеди Торы. И тогда будет все великолепно. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем пока.